И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Исход 14, 22. Давайте лишь попробуем представить тот из Египта, вышедший народ, которому Господь помог оставить и плен, и унижение. Но вот перед ними море, сколько видит ока, и нет ему ни края, ни конца. И ранит страх безжалостно, глубоко, и души, и сознание, и сердца. А волны-то вздымаются все выше, и ведь ни кораблей, ни лодок нет. За их спинами шум такой же слышен, то египтяне гонятся им вслед. В народе страх, не видит он спасения, но руку Моисей простер вперед, и Божий перст коснулся в то мгновенье морских бескрайних, неспокойных вод. И раступилось море, воды встали по обе стороны, как две стены. Сыны Израилевы, и не ждали, что так вот они будут спасены. Я думаю, что ведь вполне возможно, те стены вод имели вид витрин, и разглядеть за ними было можно, как на ладони жизнь морских глубин. И взору открывалось очень много. Акулы кровожадные, киты, вон щупальца большого осьминога, а вон кораллов мертвые сады. Там море под водою жизнь кипела, и можно было наблюдать. Свои законы та среда имела, там каждый мог добычи чей-то стать. Но шел народ по суше среди моря, и никакого не было вреда. И вышел на другой берег вскоре, а их врагов накрыла та вода. Как море мир сегодняшний клокочет, и очень часты бури и шторма. О, как же поглотить живущих хочет пучина, в глубине которой тьма. И тонут в этом мире погибая пловцы и одинокие суда. Стихия та жестокая, слепая, да поздно это видят гордецы. Но свой народ спаситель, как по суше среди житейских, проведет морей. Своё обещание не нарушит. Он рядом, Божий Сын и Царь царей. Нам нечего бояться в этом мире, ведь нас хранит всесильная рука. А впереди восторг на брачном пире, прекрасные святые берега.